День пожилого человека это добрый и светлый праздник. В этот день мы окружаем вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Людям пожилого возраста не только в праздничные дни требуется забота и уход. Кроме этого, они хотят принимать активное участие в жизни общества. Волонтерское движение совместно с администрацией города Рассказово на постоянной основе оказывает помощь престарелым рассказывцам. Нина Алексеевна Маркелова уже давно живет одна, любит заниматься огородом, за которым нужен уход. Усилий приходится прикладывать немало. В дом вода не проведена, поэтому нужно ходить в колонку, но в этом случае помогает социальный работник. И воды принесет, и про здоровье спросит. Если нужна еще помощь, никогда не откажет, говорит Нина Алексеевна. О добровольцах-волонтерах никогда не слышала, но когда они пришли к ней в гости, очень обрадовалась. Очень радостно, очень радостно. А то живешь, как будто думаешь, никому не нужна, а нет, кому-то нужна, а кто-то помнит. Кто-то помнит. Слава тебе, Господи, дай Бог вам всем здоровья. Всегда хочется справиться самой, говорит Нина Алексеевна, но силы и здоровье уже не позволяют. Лето закончилось, урожай весь собран, а вот ботву от овощей убрать бабушка не смогла. Проблемы, конечно, возникают, но они в основном касаются физической помощи. Сегодня в нашем городе у одного пожилого человека стало одной какой-то проблемой меньше. Ребята, волонтеры с индустриальной промышленной техникой никогда не отказывают тоже в помощи. И вот сегодня совместно с администрацией мы пришли к бабушке и помогаем по хозяйству. Всего за несколько минут добровольцы-волонтеры привели в порядок огород, убрали мусор и принялись за уборку листвы со двора. Такие совместные с городской администрацией выезды проводятся регулярно, ведь пожилых людей, нуждающихся в помощи, в городе много. Теперь, говорит Нина Алексеевна, если не будет справляться, обязательно позвонит в молодежный комитет, ведь она получила не просто помощь на огороде, но и пообщалась с волонтерами за чашкой чая. Екатерина Студенова, Максим Соколинский, Новости ТВ Рассказыва.